Здравствуйте, мои дорогие девочки! Сегодня, представляете, у меня грамм 800 теста есть и вишню разморозила. Хотела испечь опять кекс, вчера пекла с вишней. Но, думаю, надо же пирожочков попробовать. Вот я, честно сказать, никогда не стряпала пирожки с вишней. Вот такой вот замороженный. А сейчас же надо освобождать уже морозилку. Уже скоро свежие урожаи начнутся. И вот, может кто-то поделится, кто-то стряпает, потому как вишни еще много. И я бы с удовольствием воспользовалась вашим рецептиком. Сейчас я просто вот пирожковое тесто, не сладкое, не издобное никакое, просто пирожковое. И испеку нам штук 8 пирожков на пробу. Я обожаю эту вишню, даже готова ее есть без сахара. Но в пирожках, думаю, окислить будет. Немножечко добавить хочу все-таки сахара. Крахмал, наверное, не буду добавлять. Ну, посмотрю, короче, что получится. Так вот, я что хотела сказать. Еще раз повторюсь. Если у вас есть такая возможность, и вы кто посмотрит это видео, напишите мне свой рецепт, что можно приготовить из замороженной вишни, вкусненькая, испечь там. Я не говорю про сладкие пироги, но вот именно вот с таким тестом. Ну и вообще, пишите все, что угодно. Я все почитаю, у меня еще вишни много, я буду готовить. Ну и что, я сейчас это все состряпаю, покажу вам, что получилось. А может, кому-то даже лето пригодится. Ну, я большими их не стала делать. Вот положила вишенку, сейчас посыплю немножечко сахарком. Произошла у меня авария, пирожок-то порвался, лопнул. Не знаю, что с ним будет. Я на сито высыпала эту вишню. Может, поможет мне это сделать. Ой, совсем уж я маляпусечки раскатала. Наверное, побольше все же таки сделаю, попробую. Уже там у меня масло греется, оливковое. Это у меня будет не готовочное видео, а типа блоговое, как я стряпаю пирожки неправильные. Ну вот, этот вроде получился. У меня мама в детстве готовила нам вареники с вишней и с посленом. Может, кто-то тоже готовил вареники с посленом. А я вот сколько у меня семечек бывало в огороде попадется, и никогда он не вызревал у меня. Поздно уже откуда-то занесет поздно, и не получался у меня никак этот послен. Давным-давно его не ела. Испекла два пирожка. Да не лежат, еще не пробовала горячие. Так, надо вот эти еще испечь. В общем, скажу вам, девочки, по секрету. Наверное, я совсем разучилась готовить. Когда ребятишки были дома, и пирожки, и булочки, и пышки. Ой, Господи, что только не пекла. Так, сейчас что со мной происходит? Понятен, мне кажется, и тортики, и печеньки. Что я боюсь даже это готовить. У меня не получится, будет невкусно, никто есть не будет. Хотя у меня, конечно, Юра все кушает. Ну, я не знаю, по какой причине я такая замороченная стала. Мне кексы постоянно с какой-нибудь разной начинкой. Боже мой! Что со мной происходит, я не знаю. Так, ну, по два пирожка я нам спекла к чаю. Попробуем сейчас. Я вам обязательно расскажу, что за пирожки. А вот вчера, кстати, пекла кекс с вишней. Очень простой-простой. И, надо сказать, вот сколечко от него осталось. И я его спекла уже почти ночью. Ну, Юрин дала с тобой на работу, конечно же, чайку попить. Ну, довольно-таки неплохой. А я его еще горячим пробовала. Так это вишня. Просто обалденная в кексе. Кисленькая такая, приятно было кушать. Не скажу, что прям супер-супер-супер-мега вкусно. Как там торт какой-то. Ну, как к чаю подойдет вполне. Тем более, вообще тут почти ничего и не нужно. Сниму тоже, покажу на видео. Пришел мой муж с работы. Харюшки. А жена тут такая рукодельница. Напекла пирожки с вишней. Вот они уже остыли. Сейчас он их будет пробовать. Я ему налила зеленого чаечку. Мало того, она мне утром дала вот такой вот кексик. Я уже рассказывала. Да, кексик. И я угостил там своих коллег. Всем очень понравилось. Там у нас есть Евгений. Он вообще сказал, пальчики оближешь. У меня жена всегда так готовит. Поэтому для меня не удивление сейчас, что вот этот вот пирожок будет очень вкусный. Ребята, вот вы слышали, о чем я говорила в начале. Тихо. Обалдеть. Девочки, вы помните, я сказала, что я разучилась готовить. Но моему мужу все нравится. Так вот. Точно. Хвалит. Я говорю, режу утром этот кекс. И говорю, может, сынок к тебе зайдет там в обед чаек попить. А он, видите, лесослуживцев угощал. Я там сыночку подкидываю, чтобы не похудел. Ну и как тебе пирожок? Я же бы сказал, обалдеть. Обалдеть. Ой, я офигею с этого мужчины. Как ему нравится. Он, наверное, девочки обманывает. 32 года вместе уже живем. Так, ну я буду пробовать. Я вот честно скажу. Как вы думаете, она меня приучила к своей еде? Я теперь как барашка за ним бегаю. Бег, дай покушать. Правда, слушайте, вкусно. Вы видели же, я немножечко совсем сахара насыпала. И какая сочная начинка. Ммм, очень вкусно. Не соврал. Так еще мало того, я только что покушал крошки с курицей. И мне все равно вкусно. То есть я сытый. Углеводы плюс углеводы. Я сейчас вам еще расскажу. Позавчера я готовила суп со щавля. Супчик со щавля готовлю и говорю. Юрик, ты как хочешь? Я вообще никогда не спрашиваю. Кладу, что хочу туда. А тут решила спросить. Ты как хочешь, чтобы в супчике были яйца резанные? Или же разбитые, взбитые? Иногда я тоже так готовлю. Это у меня свекровь так готовила. А мама моя резанные яйца делала. Дай тебе покажу. Ну и вот. А он мне говорит. Скорее всего, Лариса, сделай резанные. Потому что мне так нравится. Я говорю, Юра, ну ты же кушал раньше. Как тебе мама готовила? Разбивала. Он говорит, когда это было? Говорит, я уже твое люблю. Вот так вот приучила меня моя женщина. Странная женщина, странная. Показывай мне базар, вокзал. Нормально все. А, кстати, я пирожочки на оливковом масле цепила. Вкусно? Очень. Девочки, у меня тут базар реальный. Что, можно один пирожок? Вообще хоть три. Я один только скушаю. Юрек, не чавкай. Юрек, не чавкай. Я балдею. Я уже сказала, это видео будет не про пирожки. Ну что, будешь прощаться с девочками, с мальчиками? Ну не знаю. Ты же сказал, мы куда-то там должны поехать. А я, девочки, вот представьте, вот эту вишню-то, что сцедила. Я пью ее просто с водичкой. Еще и в чаек наливаю. Она так пахнет. Да, кстати, нам сделали потолок. Вот, я не знаю, видео увидеть вперед или после этого. Ну, мне понравилось. Самое главное, что мне понравилось. Я приехал с работы, а уже все готово. Ха-ха-ха. Вот это классно. Денег, конечно, дофигища. Но это в том видео расскажем, да? Что, почем? Не знаю. Ладно, не прощаемся. А если вдруг поедем, снимем еще. Испекла я последние пирожочки. Маме тут еще в пакет положила кексик да пирожочки. Думаю, поедем, может. Юра меня вроде пригласил на романтическое свидание. Не знаю, по-моему, уже передумал, пока я тут суючусь. Немножко подприбралась, аж заикаться стала. Ладно, пойду узнаю, что он там надумал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!